Налоговая служба Рязанской области видит даже в темноте. Под таким слоганом прошла пресс-конференция, организованная сразу несколькими ведомствами. Представители налоговой службы, Министерство труда и занятости населения, Трудовой инспекции и Торгово-промышленной палаты рассказали о механизмах борьбы с теневой заработной платой и уклонением от уплаты НДФЛ. Получая заработную плату в конверте, вы фактически решаетесь социальной гарантией, которые связаны в дальнейшем напрямую с расчетом той заработной платы, соответственно, с которой взимается НДФЛ. Речь идет и о пенсионном обеспечении, о социальных выплатах, пособиях и так далее. Также один из негативных факторов, получая заработную плату в конверте, вы решаете о возможности получить в общем объеме тот налоговый вычет, социальный, имущественный, профессиональный, который предоставляется налогоплательщикам, физическим лицам, как способ такой своеобразной социальной поддержки. Именно с той заработной платой, с которой перечисляется налог на доходы физических лиц. Ну и, наверное, самое главное, и налоговый агент, и работник, который ведет так себя безответственно, не информирует налоговые органы, не информирует правоохранительные органы об этом негативном явлении, фактически уклоняется от перечисления НДФЛ в бюджет. А этот налог является бюджетозначимым, бюджетообразующим для Рязанской области. Он не уходит в бюджет Российской Федерации, а напрямую поступает в бюджет нашего региона. По итогам 2014 года доходы свыше 500 миллионов рублей в Рязанской области задекларировали пять физических лиц. Из них двое заработали более миллиарда рублей. По итогам 2014 года доходы свыше 500 миллионов рублей в Рязанской области задекларировали пять физических лиц. Из них двое заработали более миллиарда рублей. Уплатить налог по своим доходам они обязаны до 15 июня, как и все остальные жители Рязанской области, имеющие налогооблагаемые доходы. Алексей Лощенов также отметил, что в ходе проверок выявили более 13 тысяч лиц, которые не отчитались о своих доходах в установленный срок. В их адрес направят предупреждение об ответственности. Если после получения такого предупреждения, где содержится информация, в том числе и о статьях налогового кодекса, влекущих налоговую ответственность налогоплательщик не представит соответствующую декларацию и не уплатит налог на доходы физических лиц по этим доходам, то в этом случае мы уже будем применять меры принудительного взыскания налоговой задолженности, а также и налоговой ответственности в виде штрафа. Поэтому не дожидайтесь поступления такой информации. Налоговая служба Рязанской области видит даже в темноте. Вторым значимым вопросом на повестке дня стал вопрос неформального труда. Вы должны показывать свой легальный доход. Сейчас это идет проверка не только на территории Рязанской области, это везде, во всей Российской Федерации. Этому уделяется большое значение. Поэтому, чтобы что-то приобрести, вы должны в любом легализовать свой доход. Два у вас пути есть. Либо за вас это делают ваши агенты трудовые, либо на сегодняшний момент по форме 3НДФЛ вы сами легализуете свой доход. Правильно, Елизавет Ильич? Поэтому еще раз хочу призвать всех на сегодняшний момент наших налогоплательщиков, что выход из тени должен произойти. На пресс-конференции отметили, наказание за работу без трудового договора или нечестное составление трудового договора планируется ужесточить с 2016 года. Особое внимание уже сейчас уделяется тем людям, чей официальный доход невысок. А вот покупки совершаются очень дорогостоящие.